И я поговорю сегодня с вами о миллениалах, и если у нас будет время, то отвечу на ваши вопросики. И я смотрю на нашу публику, а быть, похоже, что именно мы пришли, а не старички. Так что можем говорить на нашем сленге, ну хотя бы немножко. Итак, стереотипы миллениалов. А, нет, сначала как появлялись миллениалы, а теперь стереотипы миллениалов. Вы, наверное, видели как раз вот этот тост с авокадо, который обычно связывает с нами, это такая официальная еда миллениалов, я объясню почему чуть позже. Первый стереотип, который связывается с миллениалами, это то, что мы помешаны на себе, да, то есть мы только о себе говорим, мы только о себе думаем. И старичные поколения думают, что миллениалы вообще ничего не хотят учить про мир, они фокусируются только на инстаграме, смотрят на свои фотки, постят их. Но миллениалы не изобрели этот концепт, который называется миллениалы, это кто-то другой придумал, тот, кто был старше нас. Поэтому, когда они говорят, что мы только зациклены на себе, надо задать вопрос, кто действительно одержим этим миллениалами? Не мы же, а вообще все общество, которое сейчас одержимы миллениалами, поэтому довольно нечестно, когда так говорят, что мы зациклены на себе только потому, что общество уделяет нам так много негативного внимания. Второй стереотип, извините, это то, что мы не можем ни на чем сосредотачиваться подолгу, да, то есть мы с одной штуки прыгаем на другую, мы все время хотим как-то развлекаться, да, то есть нам нужны какие-то блестящие штучки перед нашим лицем, вот это всякие соцсети, мы не можем читать книги, да, это плохие стереотипы про миллениалов, которые совершенно неправильны. Если мы посмотрим на любую статистику, опять же, мы не изобрели даже сотовые телефоны, кстати, русские их изобрели. Третий стереотип это то, что мы такие хрупкие снежинки, что мы такие эмоциональные, мы вообще под давлением не справляемся, нам нужно заботиться о особенности внешности, наши родители, бабушки и дедушки, то есть мы не можем сами жить свою жизнь, мы вообще не знаем, что происходит во взрослом мире. Другое слово это то, что мы высокомерные, вызажравшиеся, то есть мы ожидаем, что нам что-то бесплатно должно прийти просто потому, что вот мы родились, потому что мы миллениалы, да, то есть нам должны дать работу, нам должны дать место, где можно жить, всякие постоянные развлечения, и мир должен вроде как плясать под нашу дудку, это вот как другие люди думают, как вот миллениалы воспринимают мир. И последнее как раз это тост с авокадо, который вы заметили, я слышал, что авокадо-тосты в Стрелка-баре, кстати, очень вкусные, попробуйте, если будет возможность, но это на самом деле важную штуку надо понять. Смотрите, тост с авокадо это не самая вкусная еда, да, то есть может быть выглядит прикольно, но когда, например, еда, которая чаще всего ассоциируется с нашими поколениями, это не мясо, это не картошка, это не торт, это просто тост с авокадо, вот так нас называют, это какая-то дешевая штука, которая даже нас не утолит, но просто выглядит как-то прикольно. И вот это так вот характеризует наш стиль жизни. Пропустим видос, это клепак из новостного агентства Fox News, но мы не будем слушать его. Итак, за историей всех поколений у нас были разделения. Первое поколение, которое вот самое современное, вот из новейших, это величайшее поколение, это поколение Второй мировой войны, которое построило американское сообщество после войны, и уже оттуда они очень хорошо себя называли, да, величайшее поколение, это то, что, скорее всего, они сами себе придумали, чтобы себя так же описывать. Том Брокко популяризовал эту идею, и он сам себя называл частью величайшего поколения. Но на самом деле, если мы посмотрим, к чему это относится, это на самом деле не относится к потреблению, это к тому, как они меняли мир, то есть война, которую они победили, и общество, которое они потом построили. После величайшего поколения у нас были бэби-бумеры, то есть те, которые родились после войны, это крупнейшее поколение в Америке, и они больше всего фокусировались уже на демографические показатели. То есть они были названы вот этого бума рождаемости, они связывали его с культурой, то есть мы, каждый, например, рождество, все рождественские песни, те песни, которые бэби-бумеры придумали, то есть эта культурная доминанта принадлежит им. Но опять же, когда мы смотрим на их название, то тут, опять же, не то, что они потребляют, а то, как они позиционируют себя в мире. Поколение X — это когда мы впервые зашли в сферу маркетинга, то есть как вот поколение... его еще называют поколение Pepsi, если слышали. Pepsi очень хорошо постаралась со своей маркетинговой компанией и связала себя именно с этим поколением. И настолько хорошо, что вот целое поколение стало теперь известно как поколение Pepsi. И затем, после поколения X, люди стали очень интересоваться ценностями вот этих вот названий поколений. Так что у нас вот есть два человека, Нил Хаус и Роберт Хау, они назвали как раз нас миллениалами. Они это придумали. Они, кстати, маркетологи. И Джин Туинги — это человек, который придумал название iGen. Это поколение уже, которое после миллениалов, да, это поколение Z как-то еще называется. Это Джин Туинги, она его придумала. Маркетолог, то есть они приходят в компанию, по-моему, они спрашивают 10 тысяч долларов за час, и они рассказывают о том, как продавать вещи людям вот этой возрастной категории, потому что на самом деле вот этим стали поколения. То есть это инструменты для названия, вот эти пирки. То есть она назвала их поколение Z и назвала свою консультантскую фирму iGen. И книгу она назвала iGen. То есть это все дело уже в бренде. И она тоже, кстати, не миллениал, она не из поколения Z, она из поколения бумеров. То есть они наживаются просто на названиях. Итак, русские миллениалы. Миллениал — это первое поколение, это первый такой лейбл. Мне очень нравится эта фотка. То есть они вообще... Они не парятся абсолютно, да? Какая холодная война, мы ничего не знаем. Мы просто чайок тут пьем, да? Это только СМИ выдумали. Но на самом деле миллениалы — это первое поколение, которое используется для всего мира. То есть у нас нет, например, да, то есть величайшее поколение — это не весь мир, да? Например, в Германии, в Японии не было величайшего поколения, да? Потому что они все-таки войну проиграли, у них там как-то по-другому назывались. Но миллениалы — все миллениалы в мире, да? Я миллениал, вы миллениалы, в Китае миллениалы, в Индонезии есть миллениалы, да все миллениалы сейчас. Так что это первое, самое первое поколение, которое присваивается всем. И оно также используется как метафора для целой нации. Так что эти люди в России, то есть они не делают такие инициативы, то есть это не какая-то холодная война между Россией и Америкой. Это то, что мы используем вот эти мета-названия для нашего общества, да? То есть, например, Россия и США, мы не представляем Америку. Поколение, и вы, например, тоже не представляете Россию. Вы просто поколение. И вот, собственно, большой график. Давайте сейчас немножечко поговорим о том, что на самом деле такое миллениалы. Сейчас я глотну воды. Вы посмотрите, пока что-то написано. Смотрите, вот эта верхняя полоска — это производительность. Это производительность, и как она росла. Вы видите, как она вот стабильно росла год за годом. Вот эти ниже, вот эти две полоски, это семейный доход, то есть это средний доход для большинства семей, и под ней это действительно и почасовые оклады. В 1973 году США вышло из золотого стандарта. В 1980 году начался политический режим Рейгана, который упразднял профсоюзы. И, как вы видите, вот это выразделение как раз и началось в это время между производительностью и между зарплатами, то есть позиция работников, которые в соотношении с производимыми товарами, ухудшалась. То есть они производили больше, но получали меньше. Так что разрыв с 70-х годов, где у нас производительность достигла сотни, и зарплата тоже была где-то одинаково. Но вот сейчас, сейчас, наверное, раздел еще больше, она удвоилась, да? То есть производительность у нас удвоилась, а зарплаты остались такими же. И это, мне кажется, как раз, хоть и показывает, что производительность растет, а то, что мы из этого получаем, из производительности, уменьшается, потому что зарплаты-то мы меньше получаем. И для миллениалов, особенно в Америке, обычно я говорю в своей презентации по большей части про Америку, потому что я оттуда родом, но, может быть, ваши вопросы, ребят, будут уже больше про Россию. Мне тоже интересно узнать. Опять же, вот это график, если вы хотите узнать, что такое миллениал, откуда он, это вот тот график, который вам поможет. Итак, что же у нас такое за соотношение эксплуатации? Это разграничение между производительностью и зарплатами. Это вот как раз то, что я сейчас показал на предыдущем слайде. Это очень полезная статистика с точки зрения объяснения, что происходит в нашем мире. И интересно, что вообще, по-моему, никто ее не использует, да? Ни один американский экономист, если у него там спросят, и там что-то... Что насчет соотношения эксплуатации? Он даже не знает, что это такое. Правительство, по-моему, только Советского Союза использовало эту статистику, потому что она пришла из марксизма. И причина, почему американцы не любят говорить про эксплуатацию вот эту, и даже не признают ее, в принципе, да, будто ее вообще нет, они не признают как помощь трактовки мира вокруг себя, потому что не всегда есть разграничения между классами. Так что, по сути, это эксплуатация обычно, то есть те люди, которые эксплуатируем мы, и те, кто эксплуатируют, да? То есть у нас есть несколько классов, которые... У нас есть. Америка не любит вот это разграничение классов. Мы любим думать о том, что у нас только один класс, и мы работаем все сообща, и мы получаем какие-то плюшки, да? Но когда мы смотрим на этот график, нельзя же объяснить, почему миллениалы так изменились, и что изменилось в жизни, да? Без классовой системы, без вот этой эксплуатации. Один из способов, как мы можем это поговорить, потому что для миллениалов очень сложно объяснять свою историческую позицию, когда у нас даже нет нормальных слов и статистик, которые нам необходимы для того, чтобы что-то вообще понять, это мемасики. Так что это мем, который называется «Старичок Стива из старой экономики», и это такая вырез фотки школьного альбома 70-х годов, так что он бэби-бумер. То есть это то, что вот ваши родители говорят вам, да? То есть, например, а почему бы тебе не позвонить в компанию и не спросить, нанимают ли они кого? Да, почему бы тебе просто взять и не найти компанию? Да, прийти в компанию и сказать. Вы не нанимаете? А они вообще не знают, как сейчас ищется работа, потому что они не искали работы уже десятки тысяч лет, да? То есть покупка дома, да? Вот эти вот цена всяких активов. Им очень повезло со стоимостью домов. Дома были очень дешевые, и сейчас они очень подорожали на протяжении всей жизни. То есть вот это поколение, эти бэби-бумеры, они очень много получили прибыли, даже больше, чем всю зарплату, которую они заработали, да? Просто из-за того, что дома росли в ценности. А миллениалы, они должны теперь по большей части снимать квартиры. То есть наша ситуация намного хуже, потому что наши дома очень дорогие. Поэтому мимо это такой играющий способ показать, насколько глубоко в заднице мы находимся, да, с точки зрения поколений. И, может быть, попытаться даже как-то съязвить, пытаться оттолкнуть их от себя и попытаться бороться с этой доминацией гегемонии этих бумеров. Это у нас график студенческих займов. На самом деле сейчас он намного хуже. Это показания 2015 года. Хоть и несколько лет назад, тогда он составлял 900 миллиардов долларов, сейчас он составляет где-то 1 триллион 200 миллиардов. Это те займы, которые студенты берут, чтобы учиться в университетах. И это ужасно, на самом деле. Да, то есть это вот все текущие займы. И по большей части большинство этих займов представляется правительством. И вот это вот та часть, которая также к России относится довольно интересным образом. Потому что, смотрите, в 60-х, когда впервые начали вот эту программу образовательных займов, это было сделано для того, чтобы догнать вас, Советский Союз. Потому что у нас не было так много ученых, как у вас. И мы не могли их так быстро производить. У нас не было центральной системы для создания опытных работников. Да, то есть если ты, например, можешь нормальную жизнь прожить без колледжа, то зачем тебе идти в колледж? Да, ты можешь работать строителем. И в послевоенные дни ты очень хорошо этим зарабатывал в Америке, и обычно все так и делали. Но для правительства они думали на международной шкале, и они думали, как мы можем убедить молодых людей пойти учиться в колледж и научиться там каким-то навыкам, даже если они за это будут платить. И для того, чтобы этого добиться, они выбрали другую стратегию из Советского Союза — субсидии. Они предоставили субсидии по образованию студентам, начиная с 60-х, то есть как раз начало графика. Но с ростом и с прохождением времени либерализм это стало уже доминанта с нашими образовательными займами, и по сути уже этот долг висел на целых семьях, а не на отдельных людях. То есть вы видите, какой пик находится после 2000-х годов. То есть стоимость образования возросла как в общеобразовательных, так и в частных вузах. То есть они удваиваются, по-моему, каждые пять лет. Стоимость обучения. И это, конечно же, сделало для миллениалов жизнь невыносимой. То есть в США обычно у каждого миллениала 30 тысяч долларов долга только за образование. Это в среднем. То есть есть люди, которые сотни тысяч долларов должны платить за образование. И поэтому, когда люди говорят, что иди учись, там, поработай над своими навыками, и потом у тебя все будет хорошо по работе, то мы встречаемся вот именно вот с этим. В 2008 году администрация Обамы и федеральное правительство полностью национализировала эту систему судов, потому что она плохо сработала, поэтому никто не говорит. То есть, по сути, они национализировали все прибыли. То есть все корпорации в США, которые получали прибыль, это правительственные системы, которые дают студентам суды. То есть они зарабатывают где-то 15 миллиардов долларов. Просто случайно. Элизабет Уоррен, которая видный политик в США, она спросила, как мы можем покончить, наживаться над студентами. И ей ответили, нет, нельзя, надо продолжать, надо наживаться на них. По-другому нельзя, потому что миллениалы проблема, а не мы. В то же самое время, вот что у нас происходит с долей производства. Это у нас доля всех работников и доля заработка, которая идет от компании к сотрудникам. То есть, смотрите, вот здесь вот миллениалы, где-то вот в 80-х уже начинается падать. И все еще падает. Так что миллениалы обычно вот где-то вот в конце этого графика находятся. То есть, та доля труда, то есть, то, что через общество проходит и уже достается нам, эти блага уменьшаются и в объеме, и в качестве, и они становятся меньше и меньше, а людей все больше. Да, но подумайте. Если технология растет, развивается, и у нас больше образования, и она становится качественной, почему зарплата падает тогда? То есть, вот та вещь, которая определяет, сколько вам платить за работу, это же ведь ваши навыки, верно? Ваш опыт. И люди становятся более опытные, больше навыков. Так почему им платят меньше, что теперь? И никто не может ответить на ваш вопрос. Да, то есть, никто даже не пытается найти ответ. То есть, на самом деле, довольно очевидный вопрос, да, почему как бы зарплаты падают, если как бы у нас технологии растут? Они же должны тоже расти вместе с технологией. Да, технологии же, господи. Как мы вообще можем тогда жить, если у нас такая развитая технология, такие продуктивные работники, но такая низкая зарплата? Вот никак. Итак, есть причины для этого. Первое — это предложение человеческого капитала. Я чуть-чуть позже про это говорю в своей презентации, но самый сил в том, что если вы, например, какой-то отдельный субъект, и вы более опытный, чем ваш коллега, вам платят больше. Это клево. Но если вы целое общество, если вы прям все работники одной страны, например, если вот больше предложения, чем спроса, то они будут платить вам меньше, потому что все вы, им не нужны. Они наймут только парочку работников. Поэтому самые популярные фразы для миллениалов, да, то есть советы для миллениалов — это типа «научись кодить» и программирование, да. То есть если ты хорошо жить, то надо учиться работать с компьютером, потому что это навык, который в спросе, и ты всегда сможешь найти хорошую работу с ним, если ты хорошо будешь кодить. Проблема в том, что если все сейчас возьмут и начнут кодить, потому что им так было сказано, да, что это важно, что Google, например, убедил систему образования обучать студентов как кодить, когда придет время нам найти работку, вдруг, откуда ни возьмись, очень много кодеров появилось, и вдруг зарплаты упали, и кодеры вообще стали получать практически ноль. Это тактика, которую компании используют для того, чтобы снизить зарплаты, то есть убеждать школы, что им нужно обучать работников какому-то навыку для рынка труда. Так что школы в Америке сейчас полностью сфокусированы на рынок труда. До такой степени, что они убирают не только, знаете, изо или литературу, но даже и уроки истории убирают из наших школьных систем, для того, чтобы вместо этого нам преподавали какие-то рабочие навыки, которые потом снизят зарплаты. И этот механизм рынка, который вроде как должен сработать, который должен вознаграждать нас за то, что ты такой умный, пошел в университет и научился там программировать на компах или там любой другой навык, которому ты обучился, этот механизм не работает. И мы начинаем задумываться, а существовали ли вообще какие-то механизмы страховки или это просто была вкусная сказка, которую маркетологи нам рассказали. Поэтому, то почему экономисты в США, особенно один мужик по имени Маршалл Стайнбаум, они начали говорить о том, почему зарплаты не растут, это вот эта идея монопсонии работодателей. Смотрите, монополия — это когда один продавец, а монопсония — это когда один покупатель. То есть, по сути, у нас нет многих работодателей, что теоретически должно быть. Они должны бороться за нас, да? Например, Гугл теоретически должен бороться с Фейсбуком за лучшими программистами. И если они должны их нанять, то они будут платить больше. Поэтому зарплата растет, растет. И все хорошо, и это позитивное влияние оказывается на нас всех. Но монопсония работодателя — другая модель. То есть, вместо того, чтобы соперничать, компании на самом деле сотрудничают друг с другом, да? То есть, они, наоборот, снижают зарплаты. И в особенности в технологическом секторе многие компании, включая, кстати, Фейсбук и Гугл, должны были платить очень большие штрафы как раз за вот это сотворничество и сотрудничество вместе за то, что они зарплаты сдерживали на низком уровне. И это Гугл. Это прям лучшая работа, которую ты можешь получить, если ты миллениал. И действительно, эти самые компании, они входят в сковоры с теми, кто вроде как должен быть их соперниками на рынках. Но когда дело доходит до снижения зарплат, то они все как бы члены одной команды, конечно же. Итак, сокращение профсоюзов — это очень большая проблема в США. Как я уже сказал, Рейкон, его администрация чуть раньше. Но пропорции сотрудников, которые работают в профсоюзах, упало, по-моему, на 50%. Раньше было 50% работников, все были члены профсоюза, а сейчас где-то 10%. И профсоюзы, они теряют очень многих членов, и поэтому они стали очень консервативны, и они теперь защищают только старших своих членов. То есть, по сути, они уже не привлекательны для молодых сотрудников. Это вот то, что сейчас чуть-чуть меняется в США, в особенности в сфере СМИ. То есть, мы видим очень много организаций, вот опять профсоюзы начинают расти. Я не знаю, насколько вы там следите за новостями Америки, но многие компании СМИ Америки объединились недавно в профсоюзы. Но по большей части на протяжении всей экономики миллениалы, скорее всего, не присоединятся в профсоюзы, в отличие от всяких бумеров, потому что, к сожалению, профсоюзы могли бы нам помочь, но они нам не помогают. Концепт обнищания — это то, как, в принципе, вот рассматриваются все эти идеи. Это, опять же, марксистский концепт. Он заключается в том, что пока капиталистский класс будет контролировать производство в какой-то стране, то каждый день они будут становиться сильнее, а работники будут становиться слабее. И, по сути, этот концепт после войны утратил свою популярность, потому что потом у нас социал-демократический капитализм появился, и вот это разделение между рабочими и работодателями уже полностью кануло в лету, потому что мы вроде как объединились, и производительность росла. Но потом, как мы видели, они опять разделились. И поэтому вот эта теория обнищания говорит о том, что чем дольше капиталисты будут контролировать ваше общество, тем богаче они будут, и тем хуже нам будет. И это также очень хорошо играет именно с разделением и долей труда, которую мы получаем. К сожалению, это все правда, так что мы поколение обнищания. К тому же еще. Тут надо кликнуть пару разиков для этого слайда. Итак, человеческий капитал. Это, пожалуй, самый важный концепт, когда мы говорим про миллениалов, потому что наши жизни всегда ориентировались по поводу этого всего. Итак, по сути, человеческий капитал — это количественная величина экономической ценности, рабочих навыков и возможности производства. То есть представьте, если кто-то из нас работник, то с помощью человеческого капитала можно определить нашу стоимость, то есть сколько нам можно платить. По сути, для многих из нас среди молодежи бытовало мнение, что нам нужно повышать человеческий капитал и все такое, нам нужно наращивать навыки, несмотря ни на что, потому что это очень конкурентоспособный мир, и это очень конкурентоспособный рынок. Единственный способ убедиться, что мы на верхушке цепочки питания — это наращивание вот этого человеческого капитала. Прямо качать как насос. И это не то, что быть просто программистом. Нет, на самом деле это знать, как использовать телефон, или там знать все новости. То есть вот эти простые маленькие вещи, но они полезны для работодателей. В особенности в системе образования США ценность для работодателя подсвечена вот именно этим. То есть они полностью перекроили под себя образовательную систему именно для произведения вот этого человеческого капитала. С той идеей, что чем больше навыков рабочих мы получим в школе, тем лучше наша жизнь станет в будущем. Но то, что мы видели, повышение человеческого капитала не гарантирует нам на самом деле получение вообще какой-либо зарплаты. На самом деле, к чему это ведет, это к перенасыщению человеческого капитала. То есть, по сути, спрос будет падать. Так что такие компании, как Uber, к примеру, да, то есть компания, которая агрегатор такой, они получают прибыль от работников, которых они даже сами не тренировали. То есть у них уже есть вот этот навык человеческого капитала, и они пользуются просто-напросто, да. То есть Uber паразитирует на них, потому что они рассчитывают на государство, которое образовывает людей. То есть Uber никому не дает уроки вождения, вот никому вообще. Так что они берут эти навыки, которые все общество платит в налогах и ходит в автошколу, и они просто пользуются этими навыками. И это не только вождение, это также и возможность использовать телефон даже, да, то есть коммуницировать, общаться, эффективным образом искать маршруты в рабочих ситуациях. То есть как, например, определить, что подходящее для разговора, а что не подходящее, какую музыку, включить какую радиостанцию. Все вот это — это навыки человеческого капитала, которые, по сути, должны быть ценными, но чем больше этих навыков у нас есть, тем меньше им надо платить работодателям за нас. И на самом деле на этом они сфокусированы. Так что, смотрите, здесь у нас есть короткий видос. Это то, как бумеры думают, миллениалы выглядят за работой. Смотрите, да, то есть вот так миллениалы работают у нас. Да, то есть компьютер делает всю важную работу, а мы, собственно, играем на воображаемой гитаре. Все автоматизировано, да, смотрите, как. Веселиться, да, это миллениал за работой. И это стереотип того, как это выглядит в 21 веке в нашей экономике. Да, то есть компьютеры за нас работают, а мы просто откидываемся на креслице, и мы такие зажравшиеся миллениалы. Да, смотрите, он просто чилит. Он вообще чилит, даже не работает вообще. И вот это вот как раз их восприятие того, чем мы занимаемся. К сожалению, это не то, как я работаю, и не думаю, что как вы работаете, наверное, потому что, конечно же, плюсы автоматизации для работников, они на самом деле не такие большие. На самом деле надо спросить, а что мы получили от технологического развития вообще, в принципе, как работники? Ну, вот эта технологическая фантазия автоматизированного труда, в рамках которой вроде как именно и воспринимаются миллениалы, действительно подсвечивает проблемы 21 века. То есть и это как раз задача, по-моему, всего общества. И теоретически вроде должны были уже все автоматизировать, но, к сожалению, пока нет. Так что вот это вот как раз больше то, как выглядит работа для миллениалов. Это путь в гору, ты тут один, и это выглядит просто смешно. И эта часть, это как бы, да, проблема. Это такая рекурсия, да, то есть можете сфоткать. Да, авокадо. Опять же, я их очень люблю. Это действительно смешно, это смехотворно, потому что у нас есть столько много возможностей для процветания, а миллениалы выглядят, что вот мы будто бы такие богатые, мы себя будто окружаем богатствами, да, и с исторической точки зрения, что идея о том, что мы не можем о себе позаботиться, что для нас там жизнь очень сложна, это смешно, да. То есть как у тебя могут быть проблемы в жизни, если ты как бы тост авокадо, да, как у тебя могут быть проблемы. Поэтому есть некоторые идеи, некоторые замыслы о том, чтобы сделать нас смехотворными, когда мы жалуемся. И это на самом деле очень эффективная компания. Есть одна история с Натальей Левин, она работала в компании Yelp. Они, по сути, они как Delivery Club, они занимаются доставкой еды. И Анина написала пост в своем блоге своему боссу, Гендиру, она сказала, что у меня нет зарплаты достаточно, чтобы даже прокормить себя. Да, и она жила в Сан-Франциско, это самое дорогое место в жизни вообще во всем мире. И те люди, которые работают вот эту вот низкоуровневую работу для этих мультимиллиардных компаний, которые являются драйверами всей экономики страны, они зарабатывают недостаточно, чтобы себя прокормить. И я думаю, что это было очень сильное послание. И знаете, как люди ответили? Они не сказали, ой, да, ты права, посмотри, как же ты на эту зарплату живешь, как ты, бедняжка, да, то есть как ты можешь себе помогать. Или, например, они там показали статистику. На самом деле, знаете, что сделали? Они зашли в ее Инстаграм. Они нашли в ее Инстаграме фотки, одну даже фотку с хорошей бутылкой виски. И они сказали, ну, смотри, я тут как бы фотку нашел в Инстаграме, у тебя такой вискарь, ты точно не бедная. У тебя наверняка все на мази, и ты хорошо о себе заботишься. Потому что я твой Инстаграм смотрел. То есть в то же самое время, Инстаграм — это представление на самих себя, то, как мы хотим выглядеть перед людьми, да? То есть мы не будем же постить фотографии, типа, ой, у меня нечего есть, там пустой холодильник же не будет никто постить, да? Потому что мы же не хотим напугать людей, потому что нищета пугает людей. Поэтому вместо этого мы показываем себя, что у тебя все хорошо, у тебя тип-топ, что у тебя уже все эти вещи, которые ты желал. Нормальные такие вещи. И мы все как бы представляем себя именно таким способом. И это логично на самом деле. Потому что многое из этого это делается для родителей. И те люди, которые заботятся о нас, да? То есть если вы постите такие фотки, что у вас все хорошо, то все, никто не будет волноваться. Но в то же самое время, это контрпродуктивно, потому что потом люди начинают говорить, что смотри, как будет на Инстаграме все хорошо, как же ты можешь говорить, что ты мало зарабатываешь? Это полезно напугать наших конкурентов, наших врагов, да? То есть нельзя выглядеть слабо, да? Надо все время показывать себя сильным, да? Потому что ты все время конкурируешь со своими сверстниками. Поэтому показать им, что у тебя что-то не так, это слабо. Есть последствия, очень глубокие и плохие последствия. Итак, для американских миллениалов уровень доверия, они спрашивают, как вы считаете, вы думаете, среднестатистический человек, можно ли ему доверять или нет? Поколение Икс, которые, да, знаете, они были очень циничны, они никому не верили, они были нигилисты такие, да, то есть как бы срыв покровов, постмодернизм, все дела. Их уровень доверия был где-то 20%. Да, то есть где-то только каждый пятый человек, представителей поколения Икс, верил, что кому-то можно доверять. Для миллениалов в два раза меньше. То есть каждый десятый только миллениал говорит, что он может доверять среднестатистическому человеку. Да, и на самом деле все в Москве выглядит по-другому, и что я могу здесь сказать насчет вас, это то, что американцы воры, потому что здесь у вас люди, которые оставляют вещи прямо на улице, то есть, например, скейтборд можно оставить где-нибудь, или там ролики снять, или там, не знаю, рюкзак оставить где-нибудь, в Америке так нельзя, потому что люди постоянно, просто постоянно на острие атаки, они пытаются все время кому-то под ножку поставить, все время воспользоваться кем-то, все время. И это означает, что ты тоже постоянно как бы находишься вот в этом обостренном состоянии и тоже пытаешься кому-то плюнуть в душу, то есть, и становится, знаете, как вот MMORPG, где все пытаются тоже бороться друг с другом, и ни у кого ничего не получается, вот на что это похоже. Теоретически, мы должны были быть более дружнее, то есть, нам не надо было бороться друг с другом все время, но, к сожалению, пока что общество выглядит именно так, да, то есть, мы боремся друг с другом, и мы разрушаемся, потому что мы никому не верим больше. материальная тяжба, это мы видели уже, то есть, у людей очень большие трудности с жизнью, как я сказал, у миллениалов по большей части очень большие десятитысячные долги, и не только долги, они еще и в итоге будут платить где-то в два раза больше, просто из-за процентной ставки, потому что она как бы именно и убивает вас, и правительство, они как бы не хотят быстро деньги вернуть, да, потому что это же правительство, они казначейством управляют, они могут взять, откинуться, попить чайку и ждать десятилетия, пока ты все не оплатишь, и сотни долларов просто на счетчики капают каждую минутку, и вот именно это люди считают проблемой, и это только это тем, кого повезло, это тем, кто вообще попал на высшее образование, потому как высшее образование у нас становится все более частым, это означает, что и зарплаты выпускников университета падают, а те, кто вообще не окончил ничего высшего, то они еще меньше получают, так что можно сказать, что им повезло, так что материально трудно быть миллениалом, то есть никто это не признает, к сожалению. И третий пункт последствия, это, конечно же, тревога депрессии, я уверен, что никто из вас, наверное, не знает с этим, как миллениалы, конечно, что вы можете знать про депрессию, да? Есть очень длительные исследования, знаете, что интересно про психологию, это то, что они на самом деле все время проводят одни и те же испытания, и был такой тест, который какой-то там мультифазивное исследование Миссисоте, то есть они год за годом давали это исследование, это испытание, и они потом смотрели, как там через 20 лет эти результаты выглядят. И я на самом деле скептично отношусь к этим исследованиям, да, и сравнению в поколенческом разрезе, потому что те слова, которые мы используем, они часто меняются, да, то есть те люди, которые, например, в 50-х годах приписывался депрессии, может быть сейчас это называлось как-то по-другому, то есть язык меняется, наше восприятие меняется, но потом я посмотрел на цифры, и цифры очень-очень убеждают на самом деле, да, Джейн Туинги, это тот автор, про который я говорил, она провела очень хороший анализ с многими людьми, которые работали в этом исследовании, она провела опрос, и она обнаружила, что средний человек, который ему меньше 18 лет, у него примерно столько же тревоги депрессии и страха, как у среднестатистического пациента психбольниц в 50-х годах, то есть сейчас среднестатистический ребенок сейчас находится в такой же депрессии, в такой же тревоге, как и ребенок, который сидел бы в психушке 50 лет назад, да, то есть его посадили бы в какую-то там комнату с мягкими стенами и на нем наблюдали, так что мы сломаны, да, как группа людей мы немножко поломаны, и это страшно. Итак, а должны ли мы быть поломанными? Может быть, мы должны получить больше? Это Джон Мейнард Кейнс, это один из самых, по-моему, известных экономистов-капиталистов 20-го века. Это было то время 30-е годы, когда капитализм и социализм, они думали друг к другу, как такая дружеская борьба. Кто к богатству и процветанию придет быстрее? То есть не было войны, была такая дружеская схватка. И он сказал, этот Кейнс, что через 100 лет не будет ни войны, ни нищеты, и не будет большого повышения населения. и он сказал, что вот с 1930-го, через 100 лет, мы решим все экономические проблемы. То есть людям не придется работать на работах, да, то есть они будут тратить время, ну, например, на музыку, например, на искусство, там, на какую-нибудь другую красоту, на здания, например. Да, то есть делают именно то, что хотят, то, что их удовлетворяет. Но так не вышло. Как мы видим, еще даже близко мы не стояли к достижению этой цели. Мне кажется, мы вообще не на том пути, который раньше был к процветанию. То, что вот было в 30-х годах, капиталисты и экономисты не говорят про это. Когда мы решим экономические проблемы? А у них нет ответа. Для них нет экономических проблем. Единственная экономическая проблема, которую они признают, это как платить людям меньше. Вот их проблема. А вот для нас экономические проблемы становятся все более и более явными, более и более давящими в нашей жизни. В то же самое время, когда мы пытаемся вроде как прийти к процветанию. То есть мы то поколение, которое вроде как должно пользоваться этим прогрессом. Не только интернетом, не только телефонами. Мы вроде как должны получить мир без борьбы, без войны. Я думаю, что так можно. Так можно. Я думаю, мы должны. Мы этого заслуживаем. Мы не только заслуживаем, потому что мы типа американцы или мы родились в какой-то хорошей стране. Нет, это просто концепт нашего вида человечества. Это модернизм. То есть мы учимся больше, мы знаем больше, мы достигаем больше, как целый человеческий вид. И с течением времени мы все меньше и меньше сосредотачиваемся о том, как вот, не знаю, одеть себя, обуть себя, покормить себя. И больше будем фокусироваться на каких-то интересных идеях, на эстетике, на искусстве и каких-то более высоких и важных проблем. Поэтому, когда люди говорят про миллениалов и что они такие, типа, зажравшиеся или высокомерные, или, типа, думают, что они заслуживают тратить свое время не на работе, а где-то еще, это, кстати, очень частая критика в США. То есть, типа, мы все не хотим работать или мы хотим работать только на какой-то прикольной лайтовой работе. Я думаю, это херня полная, потому что мы действительно должны работать именно там, где мы родились и использовать все эти возможности, пользовать наше время эффективно, а не на какой-то рутине. Это вот тот мир, в котором мы должны были родиться. Даже вот вопрос счастья, да, то есть, имеем ли мы право на счастье или нет? Имеем ли мы право на еще один шанс? Поэтому, я думаю, надо подумать об этом чуть-чуть побольше. Да, о том, на что мы имеем право, как миллениалы. И все-таки не имеем мы права. В Америке у нас есть специальная система, которая называется социальное обеспечение. То есть, мы, пока ты работаешь, ты из каждой своей зарплаты, некоторый процент у тебя капает вот на это социальное обеспечение. И когда вот ты работаешь, вот эти твои деньги, они помогают там бабушкам, дедушкам, инвалидам. И в будущем, когда ты уйдешь на пенсию, ты будешь поддерживаться как раз этой же самой системой. То есть, ты можешь уйти на пенсию в 65, например. Дополнение к этому, у тебя есть твои частные накопления. В этом графике как раз показывают, что как поколения накапливали сами деньги со временем. То есть, вместо того, чтобы показать людей, которые становятся более счастливыми или процветающими. Нет. То есть, могут ли люди, например, уйти на пенсию раньше, вместо этого мы видим совершенно наоборот. То есть, миллениалы теперь могут экономить меньше и откладывать на пенсию меньше и тратить на себя меньше. И если мы поговорим с любым американским миллениалом и спросим у него, ты на пенсию копишь? Да? Или там, сколько ты уже накопил? Он говорит, да ничего не накопил, ты чего? Никто даже не думает про пенсию. Вот эта идея о том, что мы когда-то вообще закончим работать и будем жить на деньгах, которые мы сэкономили, это такая устаревшая уже идея, что даже никто об этом не думает. И им нравится эта идея, что она устарела. Поэтому вот это социальное обеспечение, оно будет неэффективным уже к 2034 году, а вот эта программа Medicare, которая заботится о стареющем населении, которая бесплатная, она загнется еще раньше в Америке. Так что по сути нам говорится, что например, семья миллениалов будут платить больше миллиона долларов в соц. обеспечении за свои рабочие жизни, но из этого миллиона долларов это все будет налоги, прямые налоги. И затем мы опросим миллениалов и спросим, сколько вы вот от этого миллиона ожидаете, что вам вернется? 51% миллениалов думают, что они получат нуль из этого возврата. Нихрена. То есть вся работа, которую они делают, это полная коррумпированная фигня. То есть их выбросят просто на мороз. И по сути они были правы. Но с другой стороны, что вот мне очень интересно, это американские миллиниалы все равно поддерживают эту программу с какой-то целью. Они знают, что они ничего не получат, но они все равно готовы отдавать миллион долларов старикам. я думаю, отвечают за нас как группа поколений. То есть мы видим ценность вот этой идеи социальной защиты, хотя мы ее даже не получим. Но мы хотя бы ее предоставим другим людям. То есть никто не говорит, что нет, мы не будем платить налоги, потому что мы ничего не получим. Нет, мы будем помогать еще старикам, мы хотим это делать. Но мы просто пессимистично настроены насчет нашего будущего, потому что мы знаем, что я не знаю ни одного миллениала, который вообще думает о своей пенсии. И они не думают вообще останавливаться, работать и наслаждаться жизнью просто-напросто. Это устаревшая идея, к сожалению. Которая, ну, нижний вот этот скриншот показывает, что согласно анализу миллениалы должны быть готовы работать намного усерднее, чем родители и бабушки и дедушки. Что это говорит про наше общество? Что нам говорят, что надо быть готовым работать усерднее, да, будто бы кто-то нас спрашивает, да, я не думаю, что наш арендодатель будет спрашивать, хочется работать или нет. Та идея о том, что нужно работать дольше, чем бабушки и дедушки, просто как бы прилетает нам в лицо помидором, полностью перечеркивая идеи социального прогресса, что вещи становятся лучше или что у нас хоть прогресс на нашем знании. Нет, что-то не так, если люди теперь должны работать больше, чем раньше, хотя несмотря на всю технологию, которую мы изобрели с точки зрения автоматизации процессов, да, даже плюсы вот этих вот вещей, которые уже есть, как же может так быть, что нам приходится работать больше в будущем? Так. Это маленькая экскурсия. Это домик для миллениалов. Маленький домик миллениалов. Ну, это я вам позволю, посмотрите сами. Когда я показал этот видос группе стареющих американцев, они просто в ужас пришли. У них просто челюсть выпала. Они не могли поверить, что кто-либо вообще опустится до такого, чтобы продавать и жить в таких домах. Да, то есть как будто ты в гробу живешь. Реально. Такое ужасное существование. Да. Можешь как бы по печи залезть, чтобы до кроватки дойти. Да, то есть там твой туалет у тебя будет под раковиной. Да, представьте, если кто-нибудь там в гости к вам придет. Невозможно же. Да. Куча мест для прогулки и для вида деятельности, если вы там один человек, и ты вообще никого никогда не пригласишь. Да. Видите, сколько свободного места. Даже рабочее место в вашей кровати. Можете в кровати поработать. Да и поспать тоже. Поздравляю, ребятки. Да. Ваша голова вмещается в целый этаж. Киева молодцы. Так что, когда люди выступают и начинают говорить про миллениалов, они в итоге говорят именно вот про это. Они, по сути, пытаются продать нам низкое качество жизни. жизнь вот в этих маленьких домах, которая шокирующая для стареющих американцев. Это ужасно, да? Это не социальный прогресс. Да? Видите, как много свободного места в вашем маленьком домике. И это продается нам в качестве вдохновения для нашей жизни. Да, можете даже увезти с собой. Поздравляю. Даже не надо землю покупать. Можно найти какую-нибудь там парковочку или просто в машине пожить. Почему нет? Да, это как жить вот в этом прицепчике. И, по сути, это все равно продается как какой-то роскошный продукт. Типа, миллениалы это хотят. Мы не хотим жить в больших домах. Мы хотим маленькие дома. Мы не хотим маленькие дома. Никто не хочет жить в маленьких домах. Никто! Никто не хочет выживать на тостах из авокадо. Это не те вещи, которые нам нужны. Мы не хотим этого. Это не наш характер. Это не наше описание. Это не наша природа, которая формируется вокруг этих стереотипов. Это то, что нам продается. Наша идентичность. Вот это наша поколенческая идентичность. Это то, что нам продавалось же. И продавалось хреново достаточно. То есть, мы не хотим это покупать, если у нас есть выбор. Но выбора у нас нет. То есть, как Ницше сказал «Амор Фати» «Люби свою судьбу». И для миллениалов, похоже, это единственная возможность любить нашу судьбу, наши маленькие домишки, любить наши судьбы в маленьких домах. Но я так жить не хочу. Не знаю, как вы, но я лично в маленьком доме не хочу. И когда ты говоришь про миллениалов, находясь в моей позиции, например, лучший способ, самый лучший плюсовой способ это пытаться что-то кому-то впарить, продавать, пытаться показывать плюс вот этого стиля жизни, этого маленького домика, в котором ты можешь жить. И это все потому, что самый легкий способ о том, как можно охарактеризовать поколение, это данные потребления. Это автоматические данные. Когда мы покупаем, это все отслеживается. И это легко отхарактеризовать и описать поколение с точки зрения того, что они покупают. И, по сути, например, в Америке мы думаем о потреблении как о выборах, которые показывают нам, кто мы такие. То есть, если миллениалы живут в маленьких домах, это, наверное, значит, что миллениалы — это люди, которые любят маленькие дома. Значит, это надо ценить. Если миллениалы — это люди, у которых нет работы, если у них нет каких-то страховок, это значит, что нам и не надо этого вообще. Зачем? Наша судьба — это то, что мы должны выбирать сами, потому что наш выбор — это то, с чем мы живем. А выбора у нас нет. Мы можем либо жить с этим, либо плакаться. Я, конечно, не пытаюсь как-то дать ответ вам о том, как организоваться по-другому. Это в баре мы поговорим об этом за кружечкой. Но в заключение я хочу поговорить о том, как можно чуть-чуть получше думать об этих вопросах, да, о миллениалах, о том, какую полемику создают вокруг нас. Во-первых, это, конечно же, делать представления и предложения, которые основаны на фактах, на доказательствах, да, не какие-то там дурацкие, глупые обобщения, которые вообще не имеют пруфов, да. И мы очень любим их слушать, да, то есть какие-то там, не знаю, штуки, которые мы в СМИ слышим, которые говорят всегда про миллениалов, да. Но я думаю, никто из вас не читал эту книгу, которую я написал про миллениалов, но действительно, это очень хорошая штука, которая продается нам. Это специально есть такие художники-брендисты, да, то есть мы находим их работу, их историю, просто смотря на факты, на то, что мы покупаем, что вокруг нас, не только за последние несколько лет, а за последний век даже, именно тогда это все началось, исторически говоря, эти бренды. Второе, это не надо проецировать, и надо опасаться этого. Особенности, вот это вот негативное проецирование, которое мы получаем от старейшего поколения, это именно от них, вот эти вот, это их вина, а их исторические роли, которые они не сыграли, не помогли нам. Но они пытаются теперь видеть нас, да, то есть если, например, вы получили от общества намного больше, чем кто-либо еще, да, вы самое богатое поколение за всю историю, и вы испортили нам весь климат, всю экологию. Вы же не хотите, чтобы про вас так отзывались потом, да, вы не хотите, чтобы вам это прописывали. Нет, вы найдете какого-нибудь рыжего или козла отпущения, на которого вы все это используете, да, что это миллениалы, и из-за их потребления у нас с экологией так все плохо. Это они эту ситуацию создали. На самом деле, это называется проецирование вины старейшего поколения о том, как они не выполнили роль в обществе. Так что надо все-таки их держать под ответственность за их действия, вместо того, чтобы слушать их проецирование. Бояться маркетологов. Это прям моя постоянная тема презентации, не просто потому, что это моя нелюбимая профессия, а они реально моя нелюбимая профессия, но действительно надо подумать, кто оплачивает вот этим людям, которые пишут книги про миллениалов, да, надо задаться вопросом, а кто им платит? Джин Твинги, например, вот это исследует, да, 10 тысяч долларов она получает в каких-то нефтяных компаниях, которые там говорят о том, как продавать маленькие тачки для миллениалов. Ну, например, мы же не хотим продавать хорошие тачки, мы хотим маленькие, миллениалы любят маленькие все. Если ты вот это делаешь, если ты разговариваешь с маркетологом, то ты по определению говоришь с капиталистом, потому что все эти трудовики, они могут продать только свой труд, им нечего больше продать, да, то есть те люди, которые рассказывают о том, как чего продавать, они говорят только лишь о том, что им интересно, а не вам интересно, то есть именно вот это, то есть надо им указать на это пальчиком и больше никогда их не слушать. Куи боно, то есть с латинского это кто получает выгоду, не только с точки зрения кто получает выгоду от миллениалов, хотя это, кстати, тоже хороший вопрос, но и тот, кто все время так много трещит про миллениалов, почему так много полемики про эти вот эти авокадные тосты, эти стереотипы, это не мем, кстати, это же не вы мемизировали, есть реально чуваки, которые создают эти концепты зачем-то, и у них есть адресы, и надо их найти. Я клянусь, там еще один есть слайд, а вот он. Еще один способ, который мы можем улучшить наше мышление, кстати сказать, это моя книженция. Я слышал, что ее здесь пока что сложненько купить в Рожке, поэтому я объявляю вам, что, ребят, я даю вам свое благословение, что вы можете ее спиратить с интернета. У вас есть мое разрешение. Если как бы вы не сидите здесь в сцене, вам нельзя, только те, кто сидит здесь, вы можете как бы пиратить. Другим нельзя. Вот вы все, вы можете как бы скачать ее где угодно. И похоже, что все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, давайте. Спасибо, Мальком. Теперь у нас есть маленькая сессия. Пожалуйста, у кого есть вопросы, можете поднять руку, к вам подойдет девушка с микрофоном, но большая просьба. Задавайте вопросы по-русски, и специальный переводчик приведет их Малькальму на английский язык, чтобы у нас не было недопониманий. А у кого микрофона? Можно вот девушки? Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Меня вот какой вопрос интересует. Вы стали рассказывать про ситуацию с рынком труда и затронули только каких-то цифровых гигантов. А что касается творческих профессий, там ситуация такая же примерно или может быть чуть полегче? Спасибо. Офигенный вопрос. У меня прям целая глава в моей книге про него есть. Итак, что вот в Америке может на самом деле удивить многих людей, это вес маленьких фирм упал. То есть, не стало легче открыть там свою какую-то маленькую фирму и компанию на самом деле сложнее. Потому что сложнее для людей во-первых, найти денежки, чтобы открыть фирму и все такое. Так что для художников и музыкантов или писателей, например, есть очень много, что можно сделать им. Я знаю, такое есть книга музыкантов. То есть, они могут теперь распространять свою музыку, нам не нужно теперь в студии записывать. Нужен просто ноутбук и мы можем сами записывать музыку. Теоретически, это должно улучшить сферу всех креативных профессий, потому что на самом деле это требует все больше и больше работы от отдельного человека. То есть, вместо того, чтобы, например, заприксующие компании, которые найдут следующего Бруно Марса и подписать с ним контракт, они уже хотят, чтобы вы все приготовили. У вас уже записана пластинка, уже есть фан-база, у вас есть уже последователи. Прежде чем инвестировать в вас деньги, иначе они не думают, что вы классный продукт, потому что все сложнее и сложнее получить внимание общественности и поддержку частных фирм, которая нам нужна для того, чтобы добиться успеха в качестве какого-то креатора. То есть, с одной стороны, вроде как легче должно было быть, потому что есть столько инструментов, но вот с точки зрения динамики труда намного сложнее стало. Вот так. Малком, спасибо большое за интересное очень выступление. Я хотел задать такой вопрос. Там был график, где увеличивается производительность, но сохраняется оплата, уровень оплаты вейчис. Что если противоречие не в том, что возникает несправедливость, а что если вопрос в автоматизации? Машины ведь не требуют вейчис? тоже хороший вопрос. И также, кстати, ей посвящена глава моей книги. Хорошо, что мы вот видите, разбираем уже содержаницы. Я прям уже к хорошим и правильным вопросам вас подложу. Итак, да, это действительно был важнейший вопрос 21 века. Действительно ли технология будет служить капиталу либо людям или комбинацией того и другого. И это на самом деле даже есть книжка-сказок 1955 года, которая называется «Дэнни построил машину для домашки». Это сказка про мальчика Дэнни, который живет в доме какого-то там гения, у которого есть компьютер, который по сути работает так же, как в Википедии, но только чуть хуже. И он начинает использовать этот комп, чтобы он за него домашку делал. И он использует вот это вот свободное время для того, чтобы бейсбол играть, развлекаться, чилить, все дела. его учитель и мама стали очень обеспокоены, что каким-то образом он использует эту технологию, которая для того, чтобы облегчить вроде как его загрузку. И все же, по сути, используют инструменты. Мы же не хотим, что, в чем проблема с современными технологиями, да? Нужно же учить ими, пользоваться они наоборот. И потом они ему говорят, что они не хотят, чтобы он учил, как работать с компьютером. Поэтому, что он сделал? Они хотят увеличить его рабочую нагрузку. И это вот стратегия о том, как убедиться, чтобы рост технологии все равно будет служить только лишь обыдателем, а не нам с вами. То есть, мы все равно будем жить в мире повышенной производства, но и повышенной работы и нагрузки. Единственный способ, как мы можем это решить, это, по сути, через труд и продуктивность труда с использованием технологии. Но почему бы вам не получать все эти плюшки, Почему, как бы, вся технология и автоматизация приносят прибыль только лишь работодателям, а не нам? И это как раз очень центральный вопрос для развития миллениалов как поколения, на которое, к сожалению, было отвечено, что никому это не интересно. Ага. Привет. Я читала, что я читала, что поколение Z скорее всего, будет первым поколением, которое займется всерьез вопросом потребительства и мотовства в нашем мире. Не кажется ли, что как раз таки наше поколение имеет вот эти задатки? И поэтому мы ориентированы на минимализм и меньшее использование ресурсов нашего мира. Спасибо. Это хороший вопрос. То есть, почему если бы меньше вещей было бы у нас в жизни, то тогда у нас был бы минимализм, такая стратегия выживания. На самом деле, я не уверен, что поколение Z или там следующее поколение, какое оно будет, каким бы оно ни было, пока что все эти люди, которые называют следующее поколение, они по большей части это только маркетологи, про которые я говорил. Только маркетологам будет выгодно как-то работать с поколениями, потому что, опять же, данные по потребительству очень легко отследить. Другие данные о том, как мы ведем себя, это занимает очень много времени, исследования нужны психологические, это сложно. Поэтому вот в моей книге, как это описано, мне пришлось дождаться, пока не было создано достаточно информации вообще про поколение миллениалов, и мне приходилось самому фильтровать всю эту информацию, то есть не было вообще ничего. Поэтому сложно предугадать, а вот маркетологи, они могут вообще что угодно лепить, потому что, не то, что просто лепить, потому что им надо это делать, потому что они должны открыть эту нишу сперва. Это их рынок, это их интерес. Да, есть другие лейблы для миллениалов, да, то есть раньше мы назывались поколение Y, да, но потом пришел господин Штраус и назвал нас миллениалами, и это прилипло. Поэтому я довольно скептичен насчет как бы роли следующего поколения, нашего поколения, она еще пока не сформировалась. Мне кажется, мы довольно самоцентричны, но посмотрим. Я надеюсь, конечно, что мы не просто примем текущую реальность, о том, что вот мы просто это примем, и к чему придется адаптироваться. Нам надо поощрять и стремиться как-то изменить и начать с себя. Приятно знать, что не один я паранойя на тему того, что мы здесь все попали. Спасибо. Вопрос следующий. Как вы считаете, будет ли решением проблемы взаимодействия и борьбы с капитализмом использование соцсетей и инструментов, построенных на основе блокчейна? То, что позволяет быстро достигнуть социального консенсуса, не используя сложившиеся финансовые институты, такие как банки, например? Я скептично к этому отношусь, к сожалению. Я думаю, что технологический оптимизм, особенно когда мы говорим о заработной плате и конфликт между капиталом и трудом, очень часто сталкивался с какими-то неверными решениями. То есть все вот эти оптимисты, все эти предсказания, которые они делали, да, что вот эта технология там все изменит, это все было всегда подтверждено как фейк, да? Раньше решали, что соцсети должны были освободить нас от контроля этих корпоративных СМИ, и мы будем контролировать себя, но я не думаю, что социальные СМИ каким-то образом вообще улучшили качество нашей политической репрезентации. Уж как минимум, в Америке точно нет. Что насчет блокчейна, ну, фиг знает. Опять же, скептично отношусь к технологии, посмотрим, как она будет использоваться. Потому что коммуникация, эта сфера очень сложная, потому что сети все очень централизованы, потому что, по сути, нам нужно прежде всего децентрализовать всю эту сеть, да? Телеграм, например. Телеграм, for instance. Еще раз. Телеграм. Instant messenger, telegram. Да, точняк, но опять же, это все равно центрально контролируемая сеть. Да, то есть, во время движения Occupy Wall Street правительство забанило мой твиттер-аккаунт. То есть, они просто попросили правительство США твиттер так вот нежно-нежно без суда и следствия забанить кучу аккаунтов. Сначала твиттер такой, ой, ну нет, мы не хотим защита личных прав, информации, контента, все дела, там все личное. А потом правительство сказал, окей, а тогда скажите, сколько вы в среднем получаете в месяц, чтобы мы опубликовали это для них. И как только этот вопрос был задан, твиттер такой, ну ладно, давайте банить, там не сильно все очень личное, нормально все, и поэтому правительство так использовало эту позицию. Так что, опять же, лично я очень скептично отношусь к вот этой возможности использовать наши текущие системы коммуникации для какой-то политической организации. Но, я думаю, возможно создать какие-то другие. Вот эта вот технология Лора, интересная радиотехнология, которая сейчас используется с точки зрения вот этого вот пир-то-пир коммуникации. Это вот, вот это я с нетерпением и я с ним жду, да, инструменты, которые будем использовать в этой войне. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Я так понимаю, что дефиниция миллениалов, это больше политическо-экономическое такое определение. Вот скажите, существуют ли миллениалы в развивающихся странах, но за исключением конечно Китая и Индии. И можно ли сказать, что вот среди мигрантов сейчас такой наплыв получается из-за политической ситуации, они тоже могут возникнуть или вообще они есть? Можете связать как раз с этим? Спасибо большое. Извините, что I'm sorry for interrupting you. Извините, что я перебиваю. Но просто получается, что среди мигрантов они не могут возникнуть, потому что у них нет таких ресурсов, такой ресурсной базы. Они воспитываются в таких вот странах, например, как вы сказали, США, ну я не знаю, Россия, да? И все-таки авокадо они только там могут поесть, наверное. Я думаю, что здесь на самом деле все дело в понимании, что вообще такое миллениалы. То есть мы вот с вами думаем, что вот нам рассказывается, что это вот включает вот этот доступ к ресурсам и богатствам. Но на самом деле, что делает нас миллениалами, вот в моей книжке, это наше взаимоотношение с этими крупными международными трансформациями и повышение конкурентоспособности среди рабочих. Поэтому я сказал, что мигрант еще больше миллениалов, чем мы с вами, потому что вот эта конкурентоспособность, которая, по сути, играет доминантную роль в нашей жизни, на них давит еще больше, да? То есть если ты мигрант, ты все бросил, ты приехал там, не знаю, в другую страну, ты, то есть, конечно же, тут не только финансовые ресурсы, потому что ты бросаешь свой дом, по сути, и что ты должен делать? Если ты готов это делать, если тебе надо это сделать, для того, чтобы взойти потом в международный рабочий рынок, я думаю, что мигранты, да, миллениалы, сто процентов, да, то есть это прям определение миллениалов. Поэтому надо изменить наше восприятие о том, как бы, что такое миллениал, уж точно не то, что это молодежь в самых процветающих странах. Я думаю, нужно более глобальное определение, потому что миллениалы, это лейбл, который используется во всех странах. Поэтому довольно удивительный ответ, наверное, вы не ожидали, я думаю, что это совсем наоборот, мигранты более миллениалы. Привет. У меня два вопроса, первый короткий. Как вам Москва? Очень чистая, кстати. Я думаю, что моя страна вообще такая грязная по сравнению с улицами Москвы. Ой, мне седорог тут падает. Второй вопрос. Как вы, есть ли какие-то прогнозы, предположения, исследования, как будут вести себя поколения десятых годов двадцать первого века? Есть ли какие-то исследования вообще? И если предыдущее поколение называлось Z, как будет называться следующее? Да, я, кстати, не уверен. Вот тут именно как раз надо у маркетологов все спрашивать, потому что именно они впереди планеты Сеи о том, как они будут называться. Я серьезно. То есть они имеют финансовые плюшки, которые они получат за это название. То есть это не моя работа, кого-то как-то называть, да, я не очень заинтересован в придумывании каких-то определений, которые я потом кому-то продам или там буду продавать себя, там, типа, я такой, я эксперт о поколении Омега, да, приходи ко мне, там, или приглашай меня на десятку бочинских, я вам все расскажу, да, там, все, кто родились после 15-ти годов, да, им 5 лет, давайте я вам расскажу, как им нефтянку продавать. Это чья-то работа будет, да, но не моя. Что касается исследований, вот, молодежи сегодня, я думаю, да, очень много усилий происходит, но я очень волнуюсь, что очень много этих исследований, кстати, они сфокусированы именно на потреблении, потому что именно здесь все денежки-то как раз и лежат, да, то есть они думают о том, как вот люди будут себя вести, как работники, как они воспринимают мир вокруг себя, тут не так уж много денег крутится. Моя книга, опять же, не продается о том, как, типа, книга о том, что, я не знаю, да, миллениалы, там, АБВГД, там, как им продавать, там, какие-то штуки. Нет, она не об этом. Спасибо, Алексей. Hello, my name is Eugen. Тот, кого люди-стрелки не нашли, да, я руководитель проекта теории поколений в России, я часть команды, которая 15 лет исследует поколения в России, я могу ответить на большинство вопросов, которые задаются в зале, в том числе о российских миллениах. Но я сейчас буду задать вопросы, как представитель поколения X, чистый практически. Я услышал очень много претензий вашего поколения и вполне их понимаю. И про оплату, и про время, и про экологию, да, и даже в чем-то вам сочувствую. Но вот если все-таки вас попросили рассказать про ваше поколение, вот без претензий, вот с большим пониманием, чтобы мы лучше поняли, какие вы, да, вот более старшее поколение, лучше вас подняли. Вот чтобы вы сказали, какие вы, что для вас важно? В чем вы похожи, да, что делает вас поколением? Я не думаю о поколениях с точки зрения, да, там, чего любят, не любят, каких-то преференций, предпочтений. В Америке все это, все основано на потреблении, да, вот там действительно, что тебе нравится, что ты потребляешь, или ты действительно выбираешь потреблять, и не выбираешь потреблять. На этом там все замешано. Так что... Я не заинтересован в характеризовании каких-то поколений, просто не только... Это очень не точно будет, очень сложно вообще собрать какие-то общие мысли, да, в особенности в США есть очень много других классовых прослой, которые нас разделяют с точки зрения поколений, да, то есть те, которые работают с поколениями, да, мы очень много критики про это слышим, да, то, что мы слишком обобщаем, или там, наоборот, слишком много разных групп лепим в одну канву, да, и у нас другие поколенческие категории, да, то есть, поэтому некоторые эксперты, наоборот, любят абстракцию, некоторые, наоборот, любят только лишь вот по фактам, типа, подоходности, там, цели в жизни, или там, социальное расслоение. Я смотрю на поколение с точки зрения того, что мы разделяем, это связь историй, да, как группа, как поколение. Вот это моя формулировка. Лично у меня есть, конечно же, такие штуки, которые являются чистыми атрибутами миллениалов, есть те, которые не миллениаловские, но, опять же, давайте в бар за кружкой это обсудим. Спасибо за лекцию. Спасибо за лекцию. Если принять теорию, если принять теорию, что каждое новое поколение разрушает что-то, что предыдущее создало, то против чего борются миллениалы? Борются ли они против большого капитала и за постфордистскую мечту, или за что-то еще? Да, я думаю, что у нас уж точно куча войны есть, которую мы можем выбирать, теоретически говоря. И Америка, как минимум, она испещрена этими конфликтами по всем вообще осям, не только поколенческая ось, не только по уровню доходности, а также по расе, по полу, по возможностям. Так что есть куча конфликтов, в которых мы, как поколение, будем замешаны. Но, во-первых, нам нужно признать сферу и среду, в которой мы будем воевать, и понять исторические обстоятельства, в которых мы себя сейчас находим, и думать исторически, то есть как бы какая-то там декларация об окончании истории, что все, больше истории не будет. Нет, я думаю, что мы прямо посерединочке истории. Миллениалы, они очень историческое поколение, серьезно. Я думаю, что в хорошем смысле нас еще напишут в учебнике истории. Но я думаю, первый шаг этой истории это подумать о себе на историческом разрезе. Пару вопросов. Дальше можно в частном порядке обсудить напрямую с Маликлемом здесь или в баре. Да, пожалуйста, девушка, у кого у вас есть микрофон. Можно я еще один вопрос задам? Опять же, по поводу рынка труда. Смотрите, единственное, что может выделить людей, быть конкурентоспособным, это обладание какими-то уникальными знаниями. В связи с развитием интернетом, глобализацией и бла-бла-бла-бла-бла. Понятие уникальные знания сейчас есть или это уже все не актуально? Да, я думаю, у нас есть даже более широкое распределение этих уникальных знаний и навыков. Я думаю, что это относится не только к рынку труда, но и к даже вот передаче этих знаний между поколениями и о том, что нам нужно от прошлых поколений в некотором смысле. То есть, раньше, смотрите, если, например, ваша мама или папа не умел научить вас как чего-нибудь построить или починить или как решить какую-то ситуацию, водить машину или готовить еду, все, у вас большие проблемы. Может быть, только потом вы сможете найти профессионала, а теперь вы можете научиться чему угодно, там, починить трактор. Зайдите вы YouTube и там видите, как починить трактор. Все. Поэтому, теоретически, это делает нас все более гибкими, но мы не живем в мире, где мы просто действуем из своих интересов, да, мы должны, опять же, конкурировать друг с другом, да, вот этот вопрос рынка труда. Так что, чем шире распределяются эти знания, по-моему, должно делать нас лучше, как работники, но на самом деле, в сравнительной точке зрения, это делает нас хуже или работодатели менее заинтересованы в нас. Это просто к тому, что эти знания стали доступны, ну, абсолютно всем. Каждый может зайти в интернет и там обладать этими уникальными зданиями. Наверное, я думаю, все еще есть разделение по доступу. Я очень интересную книгу, книгу прочитал про экономию проектов, и она как раз пыталась показать, что вот эта вот экономика в некоторых беднейших районах работает, а в некоторых нет. То есть разница еще в навыках есть. И разница в этих районах по навыкам тоже есть. Даже вот если водитель Uber из какого-то определенного района, он может водить лучше, может водить хуже. То есть, может быть, он будет получать больше денег или меньше денег. То есть, это не хорошая работа, конечно, но все же они требуют нас все больше и больше. Спасибо еще раз за лекцию. Возможно, я повторю вопрос, но я не услышала ответа в последнем ответе вашем. За что все-таки готовы платить больше? За какие знания или навыки, на ваш взгляд, чтобы как-то отличиться от огромного количества соперников, которые, как вы сказали, мы имеем на сегодняшний день, и ввиду такой глаголизации, когда компании сговариваются платить меньше, за что они готовы все-таки платить больше? Если, конечно, есть такой ответ. Ну, хотя бы предположение. Ну, за что бы они там не готовы были платить больше? И они, кстати, готовы. Я думаю, да, опять же, программисты в Гугле, они все-таки зарабатывают больше, чем водители в Uber, верно? Ведь, да, ты действительно зарабатываешь больше, если у тебя какой-то интересный навык в этой экономике, который востребован. И какие навыки сейчас в нашей экономике востребованы? Ах, хрен знает, я не работодатель. Но проблема в том, что нельзя конкурировать с успехом или с группой, да, можно, например, конкурировать на индивидуальной основе, но не на групповой. Да, то есть, может быть, ты в пяти шагах впереди от всех остальных по каким-то навыкам, но стимул, который есть у работодателей, это убедиться, что все должны вас догнать как можно быстрее, потому что вам не придется платить больше. То есть, те навыки, за которые сейчас готовы платить больше, работодатели на самом деле попытаются обобщить и распространить знания об этот навык для того, чтобы за него платить меньше. И они даже не будут обучать вас самостоятельно, они просто запашляют несколько котлет специальным экспертам, которые будут обучать этим вещам. То есть, мы ожидаем даже, что мы сами как-то попытаемся наверстать эти пробелы. Поэтому работодатели преследуют эту очень эффективную стратегию снижения, снижения, снижения этих уникальных и специальных навыков, чтобы не надо было никому много платить. Так что, чем больше навыков мы таких найдем, тем больше работодатели будут пытаться их обобщить. Поэтому это довольно противоестественно. Я думаю, надо оставлять эти знания при себе и утаивать их от рынка. Спасибо большое. Я думаю, на этой хорошей, позитивной ноте последнего вопроса.